Музыка Эмоции это романтика, любовь это выбор Господь действует сегодня по лицу По лицу всей земли Везде Господь действует Мы видим, что приходит потепление Изменения Я об этом и не мог представить, что это возможно Я не мог представить, что это возможно Чтобы у нас была церковь 20 лет тому назад Это было невозможно 20 лет тому назад мы не могли даже говорить об Иисусе Не могли ничего Сказать вслух публично И мы тайно, и когда кто-то Верующих поздравлял, моя мама однажды Пришла домой из Пасхи и говорит Представляешь, иду по улице И один молодой человек повернулся и сказал Христос воскрес, и для нас это было событие Аллилуйя, сказал таки Неверующий один, слава Богу И сегодня весь мир говорит Он воистину воскрес, аллилуйя То, что дьявол Пытался закрывать, он не способен Закрыть, дьявол Пораженная личность, скажем ли мы на это Аминь Он все еще действует, он все еще живет Но он уже поражен, он поражен в голову У него есть смертельная рана Аллилуйя Иисус нанес ему смертельную рану И скоро он будет побежден абсолютно Он будет скован, он будет брошен в озеро огненное Слава Иисусу Но он хочет увлечь с собой большую компанию людей И мы боремся с дьяволом Потому что мы не желаем, чтобы люди погибли в озере огненном Мы желаем, чтобы каждый человек имел жизнь Это позиция нашего сердца Мы любим людей Поэтому мы желаем им спасения Кто говорит, вы хотите свою религию распространить? Нет, мы не верим в религию У нас нет религии Мы боремся с религией Религия тупа, ограничена Религия Мы приходим и говорим Идите к Богу Не идите в религию Идите к Богу Вам не нужна религия Вам нужен Иисус Аллилуйя Слава Иисусу Христу Кто-то спрашивает Вы религиозная организация? Я говорю, нет Мы божественная организация Мы против религии Религия мертва Она убивает Когда она не согласна с кем-то Говорит, убить, взорвать Уничтожить Напасть Но когда ты приходишь к Богу Там нету смерти Бог не желает смерти Дьявол пришел, чтобы украсть Убить и погубить Это позиция дьявола Он негативная личность Он ненавидит тебя Он ненавидит меня Он ненавидит всех людей И ты знаешь Когда ты был грешником Ты был в его команде Но однажды ты вышел из этого царства тьмы Из беззакония И когда ты вышел из беззакония Ты стал врагом дьявола И он сказал Ага, решил уйти Давай сейчас посмотрим Один верующий ко мне подошел Говорит, знаешь Пока я жил всю жизнь Я даже не знал, что дьявол существует Вообще даже не подозревал, что он есть Но как только я ушел из царства дьявола И вошел в царство Иисуса Вот тут я почувствовал, что дьявол есть И он меня ненавидит Знаете, это напоминает мне одну историю Которая произошла Около четырех тысяч лет тому назад Когда у Авраама родились дети И один из них был Яков У Якова было двенадцать сыновей И эти братья, они продали своего брата в рабство И этот брат был в рабстве, но с ним был Бог И какие бы трудности ни были, с ним был Бог Он всегда уповал на Бога Его даже в тюрьму посадили После рабства он оказался рабом в тюрьме Откуда нет выхода Но с ним был Бог И он все время искал Господа И он поднялся высоко В один день фараон приглашает его из тюрьмы И делает премьер-министром Иосифа делает премьер-министром над Израилем И вся родня Семьдесят человек Его братья, там, я не знаю кто Сваты, кумы Они переезжают в Египет И Египет для них как земля обетованная Но проходит время И фараон умер И прошло четыреста лет И забыли про Иосифа И когда увидели, что евреев стало много Потомков Арама стало много Тогда фараон сказал Они будут моими рабами Они будут строить мои пирамиды Они будут строить здания Они будут рабами И он творил с ними всякие беззакония Однажды он сказал Убивать всех мальчиков Всех мальчиков резать Выкидывать в Нил Чтобы крокодилы ели У него приходили дурные У сатаны дурные идеи Он все время жаждет смерти Дьявол жаждет смерти И ты не сможешь ему уговорить Ублажить Он жаждет смерти Все, кто от дьявола Не жаждут смерти Если кто-то желает смерти другому человеку Я на сто процентов говорю Он от дьявола Он заражен дьяволом Скажем мы на это Аминь Я смотрю на политику Как люди Желают добиваться политических целей Убивают других людей Это от дьявола Бог не желает смерти грешника Скажем мы себе на это Аминь Вы знаете Когда мы говорим о Пасхе Сегодня мы празднуем Пасху Христову И многие думают Пасха это что-то такое Интересное Это такая атмосфера Но на самом деле Эта Пасха была в древности Там Среди евреев Если у тебя проблемы с евреями Это твои проблемы Аллилуйя Иисус тоже был евреем Однажды я одному рассказывал Говорю Иисус еврей Он говорит Что и он тоже что ли Я говорю Он тоже Я разговаривал с одним парнем На курсе Он говорит А я думал Он где-то в Рязани Родился Иисус Христос Знаете И вот когда они там находились В погибели В рабстве Приходит Бог И говорит Я хочу дать им свободу И посылает им избавление В рабство Я когда смотрю На Египет Я вспоминаю нашу жизнь Мы все были в Египте Под фараоном Фараон это образ дьявола Египет это образ мирской жизни Вроде бы он нас не уничтожал Но мы пахали на него И ничего не получали Мы старались что-то сделать И ничего не получалось Потому что фараон все забирал Дьявол все забирал Уничтожал нашу жизнь И вот Бог посылает избавителя Моисея Это образ Иисуса наверное Он пришел туда И он сказал Я дам вам выход Он говорит Я Бог меня послал Вывести вас из Египта И люди конечно же С радостью придели Сказали Ура Он нам дает выход Нет Они сказали Не-не-не Кто ты такой Отвали от нас И он сказал Ну послушайте Бог хочет вас вывести У Бога есть план спасения Я иногда подхожу Грешнику и говорю Бог хочет тебе помочь Он хочет тебя вывести Он хочет дать тебе новую жизнь И тогда он говорит А зачем мне это надо У меня и так все нормально Ну Бог послал меня к тебе Чтобы вывести тебя Из Египта А у меня здесь и лук и чеснок И мясо Все нормально Мне жить хорошо в Египте Пирамиды строим На весь мир будем известны Но Бог хочет дать тебе Твою землю обетованную Он хочет вывести тебя Из проклятия Вести в свободу Давайте все скажем Свобода Он хочет вывести тебя Из рабства Он хочет Пойдем в свободу И многие люди говорят Ну не знаю Не знаю И потом начались казни над фараоном Потому что фараон сказал Нет не отдам Не отпущу Фараон не хочет Чтоб ты вышел на свободу Фараон хочет Чтоб ты все время Остался за решеткой В рабстве Чтоб ты был рабом всегда Дьявол жаждет твоей смерти Он хочет Чтоб всегда 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 У тебя было все плохо И Господь говорит Давай пойдем И фараон сопротивляется И говорит Отпусти мой народ Дай моим людям возможность выйти Не дам Не дам Мои люди хотят помолиться Отпусти их Не отпущу Не выдам Не дам свободу И тогда начались казни И Бог казнил фараона Казнил все его царство И последняя казнь Господь объявляет Ангел смерти придет И накажет всех грешников Мы знаем что за грех Что будет? Смерть Где есть грех Там придет наказание Смерть И Бог сказал Придет наказание Ангел смерти И будет убивать всех первенцев Уууу Страшное наказание И когда Моисей объявил это Он сказал Ребята Слава Богу Бог выведет нас Все первенцы в Египте умрут И тогда евреи сказали Мы тоже в Египте И среди нас много первенцев Кто из вас является первенцем в своей семье? Поднимите свою руку Ребята У нас было бы трудное время в тот момент Твой бы брат радовался А ты бы напрягся И многие первенцы напряглись И сказали Э-э-э-э, постой, постой, Моисей, не торопись. Все первенцы умрут, все, до единого. Я не знаю, от животного, от муравья до человека. Все умрут, все. Сильное наказание, Моисей, а что делать-то, что делать, куда идти, что делать? Выход есть, есть выход. Когда приходит смерть, когда приходит ангел-губитель, когда приходит проклятие, всегда есть выход. Бог всегда дает выход. Если он говорит, будет наказание, он дает выход, как избежать наказания. Если он говорит, за грех смерти, он дает выход, чтобы не попасть в ад, чтобы не быть наказанным. Он дает выход, выход. Когда мы оплатаем в сложную ситуацию, и нам кажется, выхода нет, он дает выход. Всегда есть выход. Давайте скажем, всегда есть выход. Всегда есть выход. Пожалуйста, запомни, всегда в самой трудной ситуации, он всегда, Бог такой, он такая личность, Он всегда дает выход, он всегда дает возможность новую. Казалось бы, уже все, конец, ступик, но он всегда говорит, а вот и я, вот моя рука, давай, держи. Он тебя поднимает, всегда есть окно небесное. Когда кажется, что ничего невозможно, он вдруг неожиданно делает возможным. Аллилуйя. Я знаю столько верующих, которые приходили, говорили, это было невозможно. Но вдруг пришла рука Божья в самый последний момент и сделала возможным. И когда было объявлено, что будет последняя казнь, десятая казнь, ангел смерти придет. Люди стали спрашивать, что делать, чтобы спастись, что делать, чтобы спастись. Как после проповеди Петра, они спросили, что нам делать, мужи и братья, чтобы спастись. И тогда он сказал, сделайте Пасху, совершите Пасху. Это было 4000 лет назад. Он сказал, совершите какую Пасху, что какую Пасху, как это понять. Наверняка там было несколько русских человек. Они сказали, это куличи с яйцами. И Моисей говорит, ну, не совсем так. А что такое Пасху? Какую Пасху? Он говорит, знаете, это такой обряд, церемония. Церемония освобождения, церемония выхода. Они говорят, что нужно сделать? Он говорит, возьмите ягненка к себе домой. Самого красивого, самого нежного, возьмите домой, самого прекрасного. И пускай он будет с вами некоторое время. Они взяли ягненки. И потом, говорит, вы должны собраться всей семьей, заколоть ягненка. Он живет такой маленький, когда ягненка не ответил, и пе-е-е-е. Ему целовать хочется. Говорит, заколите его. И возьмите его кровь. И помажьте двери, косяки дверей. Мама, помажьте сверху и по сторонам. Это будет знаком для ангела смерти. И потом возьмите, запечите его. И съешьте мясо. Это Пасха ваша. Освобождение. Выход. Пройтись, чтобы он прошел мимо, ангел-губитель. Это выход. Это возможность избежать смерти. И когда они взяли этого ягненка, это образ Иисуса. Вы когда-нибудь видели? Если его так сверху сделать и по бокам кровь, вам это ничего не напоминает сверху и по бокам. Это напоминает крест. Помажьте косяки двери сердца вашего. Я помазал свое сердце кровью Иисуса. Поэтому ангел-губитель, когда подойдет ко мне с мечом и скажет, я пришел убивать Максима. Я скажу, кровь Иисуса Христа. Он скажет, вау, существенный аргумент. Пойдем дальше. Пойдем к Заикину. Кровь Иисуса Христа делает разницу. Она приносит изменения. Кровь Иисуса Христа. Агнца, закануного за нас. Это знак. Знак. Знак для ангелов. Знак для ангелов смерти. Знак для всех. Я свободен. Знак для всего мира. Я свободен. Я свободен от зла, проклятия, греха, ненависти, обиды, болезни. Я свободен. Кровь Иисуса. Мне нужна каждый день кровь Иисуса. Я прихожу и говорю, Господь, мне нужна снова кровь Твоя. Чтобы ангел-губитель не пришел и не оказался я не готовым. Мне нужна Твоя кровь каждый день. Помашь мое сердце. Омой меня, Господи. Чтобы ни одного места не осталось без Твоей крови. Я нуждаюсь в Твоей крови каждый день. Это знак для Бога. Это знак для всех. Когда мы придем на суд и будем стоять только кровь Иисуса, будет иметь значение. Они взяли, закололи акция. Они сделали все, как сказал Моисей. И ангел-губитель прошел мимо их домов. Проклятие не пришло к ним. Проклятие не приходит в дом, где есть Иисус. Там, где помазано кровью сердце людей. Если у тебя есть неверующие дети, помазывай кровью, скажи, кровь Христа на этом доме. Если у тебя неверующий муж, молись и говори, Господь, кровь Твоя на нем. Аллилуйя. Он скажет, ты что, меня кровью испачкала? Нет, очистила тебя кровью. Аллилуйя. Конечно же, он не получит спасения, но он будет ближе к Иисусу. Через кровь Иисуса он почувствует разницу, защита. Защита в Господе. Аллилуйя. Прошло несколько тысяч лет, две тысячи лет после этого случая. И все праздновали этот праздник. Моисей сказал празднуть его, чтобы помнить, что вы вышли из Египта. Вы знаете, вот они сидят, Иисус с учениками сидит. И часть церемонии было взять хлеб и взять вино. И он взял и сказал, ну теперь слушайте. Я из ваша Пасха. Это был тот ягненок до сегодняшнего дня. Но сегодняшнего дня я объявляю, я ваша Пасха. Написано, наша Пасха Христос, Аллилуйя. Христос заклан из-за нас. Христос убит из-за нас. Это уже не ягненок, который взял наши грехи. Это уже не тот, на кого мы отдавали. Это теперь стал Иисус. Говорит, я, я, я Пасха твоя. Я умер за тебя. Он взял хлеб и сказал, кушайте. Это плоть моя. За вас ломимая. Ешьте плоть мою. Он взял вино и сказал, это кровь моя. Пейте кровь, это кровь Нового Завета. Кто-то говорит, вот если я приду к Иисусу, дьявол теперь меня атаковать не будет. Он только начнет атаковать, Аллилуйя. Первое, что когда народ Божий вышел из Египта. Что с ними? Первое, что случилось? Кто за ним погнался? Параон. Только они вышли. Подошли к морю. Первое, что началось? Параон. Он продолжает бить тебя. Но у тебя уже есть Иисус. Ты уже спасен. Вы помните, сказано, что когда они выходили из Египты, больных не было среди них. Наша Пасха, это исцеление, освобождение, процветание. Они вышли оттуда богатые, рабы вышли богатые. Они имели достаточно золота. И они потом собирали это золото, делали пожертвования. Приносили славу Богу. Они были состоятельны. Что-то произошло с ними, изменения. Потом они находились в пустыне. Делали кучу ошибок. Но они вышли. Получили свободу. Каждый день приходи к Иисусу. И говори, Господь, мне нужен выход через тебя. Ты мне нужен, Господь. Мне нужна твоя кровь. Давайте все скажем, кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа. Это самое важное. Это центральное. Вокруг крови все. Кровь делает разницу. Мне кто-то сказал, есть один перевод Библии, где они стерли слово кровь Христа. Такой неправильный перевод. Они заменили жертвой Иисуса. Но кровь. Кровь очищает. И Он сказал, пейте кровь мою. Мы пьем кровь Христа. Ты скажешь, как это так? Да, мы пьем кровь Христа, чтобы получить очищение. Чтобы иметь новый завет с небом. Аллилуйя. Иисус сказал, я есть единственный путь. Никто не сможет прийти к Отцу. Никто. Как только через меня. Только через Иисуса. Сегодня Пасха. Мы радуемся. Кто-то меня спрашивает, какое у тебя отношение к куличам и к яйцам? Это хорошая булка и хорошие яйца. Аллилуйя. Не более того. Нигде в Библии про булку с яйцами ничего не сказано. И мой сын спрашивал. Мы тысячи яиц раздавали на прошлые Пасхи. Говорит, сейчас будете раздавать яйца? Говорит, да ладно. У каждого своих хватает дома яиц в холодильнике. Покрасьте, если вам надо. Если ты вкладываешь на него яйцо. Аллилуйя. Яйцо есть надо. Аллилуйя. А не молиться на него. И булку есть надо. Я в недавно Пасху. Мне знаете, кто дал Пасху? Не поверьте. Юнис. Аллилуйя. Накормила меня. Я ей объяснил. Юнис, ну ты булку купила ясно. Ты не перепутай. Это все-таки булка. А Пасха это Христос. Наша Пасха. Христос. А булку мы кушаем. Вспоминаем, что Иисус умер за нас. Аллилуйя. И прекрасно, что есть эти Пасхи. Я так рад. Я так рад, что люди пекут их. В этом есть благословение. Хорошая булка помогает толстеть. Аллилуйя. Но Пасха это не еда. Пасха это Господь. Пасха это Его жертва. Пасха это Он. Это Его любовь. Как мы знаем, что Бог любит нас? Через Христа. То, что Христос пришел на землю. Способен ли кто-то из вас отдать своего сына? Хорошо. Отдать свою жизнь за кого-нибудь. За кого? За бомжа, давайте так скажем. Стоит бомж. И тебе предлагается. Слушай, отдай свою жизнь за него, пожалуйста. И ты... Ты скажешь, я большую пользу принесу. Мы не способны отдать то, что... Мы можем дать денег, мы можем дать какие-то вещи, может быть там шкаф. Но мы не готовы отдать жизнь. Готов ли ты пожертвовать жизнь своего ребенка? Ради какого-то алкаша? А ради блудника-убийцы? Кто из вас готов отдать жизнь своего младенца? Никто. С какой стати я должен отдавать жизнь моего ребенка за этого недостойного человека? Но так возлюбил Бог тебя. Может быть снаружи ты выглядишь хорошо, но в сердце ты был бомжом, отступником, грешником. Там внутри грех жил внутри тебя, и ты был духовным бомжом. Может быть у тебя были деньги, но внутри ты был бомжом. И так возлюбил Бог людей. Он возлюбил мир, он возлюбил тебя, он возлюбил тебя лично. Так он полюбил, что отдал жизнь своего сына. Многие спрашивают, за что он любит меня? В чем любовь его заключается? В чем смысл его? Что это? Вы знаете, у грешника всегда любовь, она должна быть куплена чем-то, да? Когда ему говорят, я тебя люблю, и он говорит, ясное дело, есть за что любить, я тебе деньги занимаю, я тебе помогаю, я тебе забочусь. Но когда я грешнику сказал одному, говорю, Бог любит тебя, у него первый вопрос, он стал думать, думать, говорит, а за что? Что я сделал такого, что он меня любит? Миру трудно понять любовь Божью. Любовь ни за что. Самого опущенного, самого последнего, самого распущенного. Бог любит. Он ненавидит грех, но любит грешников. Он ненавидит их дела, но он любит их, любит людей. Бог не отождествляет тебя своим грехом, он не хочет, чтобы ты был грешником, и он дает свободу. Если ты верующий, все еще живешь в грехе, он продолжает любить тебя и ненавидит грех. И иногда меня спрашивают, почему я чувствую, что Бог удалился от меня? Потому что на тебе есть грех. Радит тебя, он удаляется от тебя, чтобы ты остановился, прекратил жить в жизни во грехе и вошел в свободу. Это великая любовь. Я люблю, поэтому желаю жизни, благословляю. Великая любовь, которую невозможно взвешивать, ее невозможно купить. Ты не можешь сказать, Господь, я так хорошо молился, люби меня теперь. Дети иногда так поступают. Мне приходит сын и говорит, папа, я пятерку получил, ты же меня теперь любишь. Я говорю, ну теперь я тебя точно люблю. Но с Богом так не бывает. Никакую пятерку, никакое хорошее дело не может увеличить его любовь к тебе. Она велика. Она абсолютно для тебя. Бог любит тебя. Повернись соседу и скажи, Бог любит и тебя тоже, кстати. Бог любит тебя. Разве я заслужил? Нет, ты не заслужил. Поэтому он тебя любит. Аллилуйя. Он любит тебя, потому что нет никакого заслуги и достоинства. Никаких заслуг. Иногда людям, которые достигли в жизни чего-то, трудно пережить любовь. Может быть, получил несколько образований, хорошее жилье, работа. Он такой влиятельный человек. И ему кажется, ему кажется, конечно, Бог меня любит. Я такой умный. Поэтому Бог иногда пускает их вниз. И скажет, а теперь я тебя люблю. Понял? Грязная мордашка. Любовь Божью переживать можно каждый день. Тот, кто умеет переживать любовь Божью, тот, кто умеет переживать Его, как мы знаем любовь? Конечно же, через Сына. Мы должны получать любовь Отца. Мы должны переживать Его прикосновения. Если мы умеем переживать Его любовь, мы по-настоящему Его дети. Давайте откроем Библию. Я открою 1 Иоанна, 4 глава. Первое послание Иоанна. Иоанн, любимый ученик Иисуса, пишет о любви. Здесь написано так, «Вослюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий, всякий, кто способен любить, всякий, кто любит, он рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога». 8 стих. Потому что Бог есть любовь. Вы знаете, о Боге можно многое говорить. Можно сказать, что Он судит, да, Он судит. Он гневается, да, Он гневается. Он милосердный, да, Он милосердный. Но сказано всего лишь один раз, что Он есть любовь. Он есть Дух, и Он есть свет. Это Его сущность, Его внутренность. Он есть. Он говорит, «Я есть любовь». Он не имеет любовь, Он есть любовь. Он не имеет свет, Он есть свет. Он не имеет дух, Он есть дух. Бог есть любовь. Давайте скажем, Бог есть любовь. Я читаю дальше. Он говорит, «Я есть любовь, Бог есть любовь». 9 стих. «Любовь Божья открылась нам в том, что Бог послал мир единородного сына своего, чтобы мы получили жизнь через него». В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал сына своего в умилостивление за грехи наши. Любовь заключается в том, что Он первый возлюбил нас. 11 стих. Возлюбленные им. Если так возлюбил нас Бог так сильно, что отдал сына, то и мы должны любить друг друга. У нас есть долг любви, мы должны любить друг друга. И дальше Он делает интересный поворот. Бога никто никогда не видел. Бога никто никогда не видел. Точка. Но если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. и любовь его совершенно есть в нас. Вы знаете, Он говорит о любви всю главу. Он говорит любовь, любовь, Бог есть любовь, любите друг друга. Он отдал сына, потом останавливается и вдруг говорит, Бога никто никогда не видел. Меня заинтересовало, почему Он взял Иоанн и вдруг так сказал? Бога никто никогда не видел, Бога никто не видел. Тема любви, он говорит, любовь любовь любите друг друга бог есть любовь и потом вдруг сказал бога никто никогда не видел никто никогда не видел и потом он делает предложение но если мы любим друг друга бог пребывает у нас я хочу показать вам там кто фойе находится смотрите внимательно бога никто не видел но если мы любим друг друга любовью божий тогда он пребывает в нас и смотря на ивана я могу увидеть не ивана иисуса бога никто не видел но если мы любим если мы любим мы любим друг друга не спорим не сопротивляемся не боремся любим то тогда мы можем увидеть иисуса мы любим друг друга в сергеи я могу увидеть иисуса наталья в Еркени, в каждом из вас я могу видеть Иисуса, если мы любим, Он пребывает в нас. Он говорит, есть маленький секрет, если вы хотите увидеть Бога, если вы хотите видеть Бога, любите друг друга. Между мной и Иваном может стоять стена. Я, может быть, не согласен с ним. Ну и что, он не такой толстый. Но если мы любим настоящую любовь, у нас есть способность увидеть Его. Я не увижу тело Иисуса, но в твоем теле я увижу, во плоти твоей я узрю Бога. Во плоти твоей я узрю Господа. Спасибо, Иван. Вы должны понять, это сильное откровение. Бога никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, если мы любим друг друга, мы можем обнаружить Его. Некоторые приходят к нам и говорят, что-то у вас такое другое, у вас какое-то другое. Люди приходят, смотрят, говорят, у вас что-то такое, вот такое, какие-то, вы все не такие. Ответ. Ты начал видеть Господа, аллилуйя. Ты попал в атмосферу и начал видеть Господа. Мы видим Господа каждый день. Я смотрю на бабушку, на молодого, на любого человека, который любит. И в нем я вижу Господа, аллилуйя. Любовь от Бога. Бог есть любовь. Читаем дальше. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, Его любовь в нас, Его любовь, любовь Его совершенно в нас. Что мы пребываем в нем и в нас узнаем из того, что Он нам Духа дал своего. И мы видели и свидетельствовали, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь. Познали любовь. Давайте скажем, познали любовь. Которую имеет к нам Бог. И уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге. И Бог в нем. Пребывающий в любви. Это сильные слова. Пребывающий, живущий, находящийся. Который не выходит. Пребывающий в любви. Пребывает в Боге. И Бог пребывает в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас. Что мы имеем верзновение в день суда. Потому что поступаем в мире этом, как Он. Я хочу, чтобы Господь пребывал во мне. И хочу в день суда иметь дерзновение. Вы знаете, я приводил этот пример. Еще раз приведу. Когда к тебе приходит повестка в суд. И те говорят, вас вызывают в суд. Пожалуйста, придите. И повестка пришла к тебе. Или прокурор вызывает тебя на допрос. Кому из вас когда-нибудь приходила повестка из налоговой, из прокуратуры? Поднимите руку. Скажите, вы такие радостные. Ура! Классно! Повестка в суд пришла. И вы такой смелость имеете. Все будет хорошо. Или где-то раз внутри что-то. Апа! Даже когда простой гаишник останавливает меня. Всегда внутри. Ура! Но когда тебя судья вызывает, который сажает людей в тюрьму. Когда тебе прокурор начинает задавать вопросы. И следователь говорит, я хочу кое-что уточнить. Тебя всегда это напрягает. Вы знаете, однажды все люди придут на суд. И мы будем стоять перед Богом. И будет показан на большом экране фильм. Называется «Твоя жизнь». И соберутся твои родственники, друзья посмотреть кино. Все твои знакомые соберутся. Как ты там жил? Что же ты там? И вы знаете, каждая минута твоей жизни будет показана. Каждый кадр. Крупным масштабом. С тремя камерами. Со всех сторон. Показана в деталях. Расписана с комментариями. Каждая секунда. Вот все. С твоей мысли будут внизу в бегущую строку идти. Когда ты улыбаешься, говоришь «Привет». А внизу бегущая строка запарил меня. Ой, я так рад тебя видеть, что приперся ко мне домой так поздно. Все будет показано крупным планом. Вся твоя жизнь. Все. Каждый день. Каждый раз, когда ты обманул, украл, что-то сделал, все будет показано. Представляете, и все будут смотреть, твои родственники. Ой, интересно. Пойдем кино смотреть. Времени будет достаточно. Когда я об этом думал, меня ужас наберет. Аллилуйя. Но знаете, в чем разница? Кровь Иисуса с этой пленки смыла все. Аллилуйя. Слава Иисусу. Аллилуйя. Не знаю, как у вас. Не знаю про ваше кино. Но в моем кино будет чистая пленка. Но не совсем чистая. Там будут хорошие дела показаны. Аллилуйя. Если совсем чистая пленка, это что? Все. Аллилуйя. Вся жизнь грешная. Все чисто. Там должны хорошие кадры тоже остаться. Я не хочу, чтобы когда ты придешь на суд, у тебя был страх. Когда я приду на суд, любовь во мне есть. Я знаю, что я имею дерзновение в день суда. Я могу смело подойти и сказать, о, классно. Для многих суд это как определение степени вины. А для меня суд это определение степени вознаграждения. Но знаете, как ты приходишь и тебе говорят, какую награду дать? Вот такую? Вот такую? Или вот такую? Аллилуйя. Ну я претендую на такую. Но там уже будет разбираться, какую награду дать. Для меня суд это что-то радостное. И когда мы там будем в каком-нибудь накопителе жить, и я скажу, ребята, я пошел, у меня завтра суд. Аллилуйя. Молитесь за меня, благословляйте. Я пойду за наградой. И когда я приду, я буду ожидать, аллилуйя, награда сегодня. Господь мне даст награду. Другие придут на суд верующие. Аллилуйя. Господь, аллилуйя, Иисус, слава тебе, аллилуйя. Дьявол поражен, аллилуйя. Если ты придешь на суд, и у тебя будет напряжение, значит, ты не переживал любовь Божью. Любовь достигает у нас такого совершенства, что мы имеем дерзновение в день суда. Если любовь тебе не росла, значит, ты не имеешь дерзновения в день суда. У тебя нет смелости в день суда. Любите друг друга. Любовь это сила. Любовь это мощь. Любовь это Господь. Тот, кто любит, тот рожден от Бога. Кто не любит, у кого... Я говорил с лидерами церкви, я сказал, как можно иметь врагов? Как можно иметь людей, которых ты не любишь? Это невозможно. Ты даешь им силу, ненавистникам твоим, если ты начинаешь мучиться. Они просто начинают расти, как грибы. Меня спрашивают, как ты врагов побеждаешь? Я говорю, я очень просто, у меня их нет, аллилуйя. У меня нет врагов. Но тебя же про себя же говорят, там столько. Я говорю, пусть говорят, Иисус Господь. У меня нет времени в жизни, чтобы слушать, кто что говорит. У меня есть время служить Богу. Молиться, искать Господа. Искать Его близости. Искать Его любви. У меня нет времени страдать. Из-за чужих слов. Скажем мы на это амэн. Врагов любить надо. Вообще врагов у тебя не должно быть. Люби их. Люби! Как Бог их любит. Халлуйя! Враг идет. Слава Богу, самый лучший мой враг. Люблю тебя. Денег дать или что тебе дать? Люби врагов. Карн Густов так делал. Когда кто-то против него начинал говорить. Мы студенты были, пастыры, собрались. И знаешь, там каждый. И до Карла Густова доходит. Этот студент говорит, против него плохо. Карн Густов покупал свинью. И присылал к нему домой. Аллилуйя. Ну, разрезанную. Большую свинью. То есть, чтобы в холодильник положили. И потом этот брат. Ой, Карн Густов, спасибо. Будь благословен. Мы с женой целый месяц свинью ели. Аллилуйя. Люби тех, которые говорят о тебе плохо. Но он обо мне плохо сказал. Я должен никогда не строй козни. Не потрать свою жизнь на борьбу с людьми. Потрать свою жизнь на служение Господу. Потрать свою жизнь на любовь, любить людей. Не трать жизнь на борьбу с фарисеями. Не трать жизнь. У тебя одна жизнь. Да, тебя кто-то не любит. И слава Богу. Но не будь таким же. Воздай любовью. За ненависть. Слюби врагов, ненавидящих тебя, благословляй. Проклинающих, благословляй. Источай свет Божий. Будь похож на Иисуса. Я не говорю быть пацифистом. Аллилуйя, я пацифист. Миру мир, миру мир. Аллилуйя. Нет. Будь серьезным на работе. Будь дисциплинированным. Но источай любовь. Люди не должны чувствовать в тебе ненависть. В тебе любовь Божья. Давайте скажем, в моей жизни любовь Божья. Аллилуйя. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Если кто говорит, я люблю Бога. А брата своего ненавидит. Тот лжец. Ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Иисус живет в твоей жизни. Если я говорю какие-то негативные слова тебе, то запомни, эти слова слушает Иисус. Если я Ивану говорю, ты, ты такой. Иисус слушает мои слова. Если я говорю какую-то негативщину, какие-то плохие слова ему. Иисус в его сердце слушает. Если я говорю что-то негативное, кому-либо. Иисус слушает. Как ты можешь говорить, Бог, я тебя люблю. А Ивану говорит плохие слова. Ты говоришь это Иисусу. Не обманывайся. Ты не любишь Бога. До тех пор, пока ты негативщину, проклятие, зло, несогласие, сплетни сеешь. Иисус слушает тебя через его уши. Иисус слушает тебя через уши твоих детей. Иисус слушает тебя через уши твоего мужа. Иисус слушает тебя через уши твоей жены. Иисус слушает тебя через уши твоих учеников и учителей. Иисус слушает тебя через любые уши, которые встретятся в твоем пути. Он говорит, давай послушаем, что он говорит. Если ты кому-то говоришь, ах, ты запарил меня, ты плохой человек. Иисус слушает, ух ты, смотри, что он мне сказал. Когда кому-либо что говоришь, запомни, Иисус слушает через его уши. Кто из вас когда-нибудь что-нибудь плохое другому человеку говорил? Единогласно? Ну вы как коммунисты прямо, я не знаю. Иисус слушал тебя в тот момент. Я не понимаю тех людей, которые могут держать обиду. Я более того не понимаю тех людей, которые обсуждают эту обиду с другими людьми. Это самоубийство. Болезни приходят, проклятия приходят, если ты это делаешь. Любовь. Давайте все откроем первое Коринфянам. И я буду заканчивать. Первое Коринфянам 13 глава. Любовь. Это глава любви, можете пометить, ее разукрасить. Если ты выучишь ее на Иисус, ты сделаешь очень правильно. Это самая лучшая глава. Это глава Господи. Это последнее место, которое я прочитаю, потом мы будем молиться за каждого благословенного человека. За каждого из вас. Первое Коринфянам 13 глава. Здесь написано так. Если я говорю языками человеческими и говорю ангельскими, молюсь на иных языках, если я такой супер молитвенник, если я все делаю, стараюсь, Господи, молюсь каждый день. И молитвенные собрания не пропускаю, молитвенную ночь не пропускаю. И говорю на иных языках и на родном языке такие, а любви не имею, то я медь, мелочь звенящая, труба звучащая. Я всего лишь пустозвон. Любовь делает разницу. Чуть-чуть тише. Любовь делает разницу, разницу. Если ты молишься на иных языках с утра до вечера, а любви не имеешь, ты пустозвон. Ты всего лишь издаешь звуки. Если ты молишься и стараешься делать какие-то невероятные вещи своими устами, пустозвон. Если ты имеешь дар пророчества, знаешь все тайны, имеешь всякое познание, откровение, мысли, мудрость. Если у тебя супер откровения небесные приходят, ты имеешь всю веру. Так что можешь открывать церкви, открывать телеканалы, строить компании, делать миссии какие-то великие. Если ты все это делаешь, а любви не имеешь, то есть написано, то я, давайте вместе скажем, то я. Ничто. Ничто. Вау. Если я делаю какие-то великие вещи, если я делаю что-то сильное, если я делаю для Господа, но любви не имею, я ничто. Любовь передает всему сущность. Если я раздам все имение мое, буду жертвенным, всех бомжей накормлю, все дам Господе, тело дам мое насажение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Бог не зачтет. Знаете, иногда люди раздуваются как мыльный пузырь, но если любви ты не имеешь, ты всего лишь как пузырь, пустота, внутри ничего нет. Любовь делает разницу. Любовь наполняет тебя. Любовь то, что Бог будет взвешивать. Когда придешь на небо, он будет взвешивать. Смотри, он кормил голодных, он любил их, нет. Проехали. О, сколько он молился. Какой мотив был? Не любовь. Проехали. О, он поверит, дела такие сделал. Любовь нет в том пользы. Любовь делает разницу. Любовь приносит разницу. В любой вещи должна быть любовь. Любовь на первом месте. Господь любит тебя. И он говорит, я ожидаю тебя того же. Читаем дальше. Первое, что делает любовь, долго терпит. Любовь долго терпит. Для многих людей любовь это так хорошо. Цветы, розы, весна, романтика, ромашка, аллилуйя, дуванчик. Я так увлечен, я так люблю. Но здесь первое, что сказано, любовь терпит не просто, а долго терпит. Аллилуйя. Терпеть, всю жизнь терпеть. Сколько терпеть? Долго, все время терпеть. Терпеть всегда. Терпеть везде. Терпеть и никаких гвоздей. Долго терпеть. Когда кто-то говорит, у меня кончается терпение, ему говорят, включай долго терпение. Аллилуйя, переключай скорость на долго терпение. Любовь терпит. В первую очередь терпит. Не восхищается, не поет песенки. Терпит. Любовь ждет, ожидает, любовь доверяет, любовь терпит. Она ждет. Она ждет изменения. Я посмотрел на мать наркомана, от которого все отвернулись и сказали, он все, конченый. Она любит и терпит. Он ворует ее, обкрадывает, обманывает. Но она терпит. Она говорит, у меня замечательный сын. Такой хороший. У нее доброе сердце. Он ее обманул, уничтожил. Но она продолжает терпеть. Настоящая любовь терпит долго. Когда я знаю это качество, Господи, сколько ты нас терпел, сколько ты меня терпел. Любовь терпит. Ой, мне не нравится она, я не хочу с ней больше жить, хочу разводиться. Почему? Мы устали, мы не подходим друг к другу, мы не можем терпеть друг друга. Любовь терпит. Любовь это не эмоции, это выбор. Эмоции это романтика. Любовь это выбор. Я выбрал себе жену, точка. Любовь в первую очередь терпит. Настоящая любовь терпит до конца. Максим, а тебе что, не нравятся девушки? Нет? Они мне нравятся. Но у меня есть выбор. Я жду. Ожидаю. Благословение. Моя жена стала лучше всех. Аллилуйя. Почему? Чего я жду? Она стала как плодовитое дерево. Аллилуйя. Вы знаете, мне нравится долготерпение садовника. Когда он садит ореховое дерево, посадил в веточку, раз посадил. Сколько лет пройдет, когда он первый орешек снимет? Семь лет, когда он снимет три ореха, которые вороны склюют. Семь лет, на восьмой год восемь орехов. Восемь лет он отдал кусок своей жизни. Что такое жизнь человека? Это так много, восемь лет из жизни. Он отдал для этого дерево ореховое, посадил и поливает его. Каждый год заботится, окапывает, на мост приносит все. И он ждет. И к нему за это время принесли столько ореховых деревьев. Ой, вот это супер орех. Вот это еще орех. Он говорит, ребята, уже все, я посадил орех, отвалите. У меня растет свой орех, аллилуйя. Мой орех принес уже мне четыре орешка, аллилуйя. Не просто орешка, орехи же, жирные такие орехи, аллилуйя. Я уже удобрять перестал, хватит орехов, аллилуйя. Это выбор. Любовь это выбор. Скажите, любовь это выбор. Бог выбрал любить тебя. Ни за что. Мы с женой в трудных отношениях, мы устали, мы хотим разойтись. Безумец! Ты Бога не знаешь. Если бы Бог всегда уходил от тебя, когда ты его обманывал, тогда бы ты давно погиб бы. Носи характер Христов. Любовь долго терпит. Давайте вместе скажем, долго терпит. Долго терпит. Милосердствует. Не завидует. Не завидует. Не превозносится и не гордится. Не превозносится и не гордится. Это качество любви. Не завидовать. По пейджеру приходит сообщение. Сосед купил мебель. Вечером приду душить. Подпись жаба. Если кто-то... Я одному пастору сказал, вот мы телеканал открыли, слава Богу, Иисус Господь такой простой. Он постоялся и говорит, мы тоже откроем телеканал, аллилуйя. Потом раз смотрит, смотрит на меня. Ты будешь за нас молиться? Ну типа проверяете. Да, аллилуйя. Прямо сейчас могу с возложением рук до изгнания бесов. Когда кому-то говоришь, а мы церковь построили, у нас здание есть, у нас тоже будет. Я говорю, до тех пор, пока ты не скажешь, слава Богу, я так рад, искренне рад, радуюсь, у тебя не будет своего здания. До тех пор, пока ты не начнешь радоваться, у кого есть свой дом или своя квартира, у тебя не будет своей квартиры. У меня тоже будет, аллилуйя, Господь меня тоже благословит. Бог мне тоже квартиру даст, аллилуйя, слава Богу. Господь, быстрее гони, быстрее гони, аллилуйя. Радуйся за тех, кто что-то получил в жизни продвижения. Когда кто-то из своего отдела получает продвижение, что у тебя это вызывает? Аллилуйя. Будь благословен, брат. Любовь не превозносит себя, они превозносятся. Любовь поднимает других людей, поднимает других людей. Если ты будешь поднимать других, тебя будут поднимать. Я слышал одну цитату. Если вы цитируете других людей, вас будут цитировать. Если вы любите других людей, вас будут любить. Если вы дружите с другими людьми, с вами будут дружить. Если вы ищете встречи, с вами будут искать встречи. Если вы благословляете, вас благословляют. Что человек сеет, то и ждет. Это говорят неверующие. Если ты превозносишься, то тебя будут всегда унижать, потому что ты унижаешь других. Никогда не унижай людей. Никогда Бог на это смотрит. Бог гордым противится, сопротивляется. У него есть сопротивление к гордецам. Потому что дьявол первый, кто возгордился, он сопротивляется к гордецам, он борется с гордецами. Как только ты, ох ты, я такой крутой, он, Бог, начнет с тобой бороться. Многие думают, почему, Максим, Бог с тобой не борется? Потому что я ни одной заслуги, все, что мы достигли, себе не приписываю. Ни одной! Господь, если тебе нужно все забрать, забери. Это не мое, а твое. Ни одной заслуги себе не приписываю. Я ничего здесь не сделал. Это Господь. И это вы. Аллилуйя. Поверь, соседа, скажи, это ты все сделал. Никогда не приписывай себе, никогда не приписывай себе достижения. Это не твои достижения. Это достижения их, других людей. Поднимай их. Это они великие. Дальше идем. Не привозной, не бесчинствует, не ищет своего. Сейчас мир, когда все люди ищут своего. Любовь не ищет своего. Когда человек что-то нашел, купил в каком-то магазине хорошую вещь, принес и показывает, ему говорят, а где взял? Не скажу. Ну, было у вас когда-нибудь такое в жизни, да? Ну, скажи, где взял? Ну, а не, 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 я сам знаю. Какая чушь. Запомни, ты будешь лишен информации, если ты не делишься информацией. Идем дальше. Не раздражается. Не мысль зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит. Всего надеется и все переносит. Я хочу, чтобы седьмой стих мы вместе прочитали. Три-четыре. Все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит. Аллилуйя! Это качество любви. Мы думаем, любовь готова петь песни, серенады. Любовь готова улыбаться, хохотать, веселиться. Нет! Она покрывает. Она всему верит, всего надеется и все переносит. Переносит. Качества любви совершенно иные. В этом мире воспевается романтическая любовь, которая как цветок, как одуванчик. И кончилась. Любовь больше другая. Это выбор, это решение. И последнее. Любовь никогда не перестает. Хотя пророчества упразднятся, языки умокнут и знания упразднятся и так далее. Давайте любить друг друга. Если в твоей жизни есть люди, которым ты когда-то сеял плохие слова и говорил что-то негативное, измени. Если ты со своей матерью уже несколько лет не говорил, Даша, какая бы она ни была плохая, она мать. Почитай от своей мати. Люби родителей. Если ты со своими детьми потеряла контакт, и ты поссорилась, покайся, имей связь с родителями, сделай все, чтобы восстановить отношения. Я однажды по телевизору увидел какую-то рекламу социальную, там написано, напиши письмо маме или позвони маме. Я пошел, позвонил маме и говорю, мама, я тебя люблю. Аллилуйя. Сей любовь, дружбу, не превозносись, не думай, что ты самый великий на земле. Есть много великих людей. Будь как Господь Иисус, который, имея царство, спустился на землю и жил ради людей, из-за любви. Скажем на это аминь. Только что вы посмотрели проповедь, которая наверняка повлияла на вас. И я молюсь, чтобы это слово, которое было посеяно сегодня, оно пришло в вашу жизнь и принесло плод, было растворено верою в вашем сердце и принесло урожай для вас, вашей семьи, вашей церкви, для вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Надеюсь, каждая проповедь, которую вы слушаете в эфире, мои проповеди или других проповедников, приносит для вас благословение. Но вы знаете, много людей готовят эту проповедь. Операторы, режиссеры, редакторы, съемщики. Люди, которые занимаются тем, чтобы подготовить ее к эфиру и запустить в эфир. Огромная команда людей трудится. И я хочу попросить вас, поддержите нас делать Божье дело дальше. Вам нравится эфир телеканала СНО? Вам нравятся проповеди? Вам нравятся программы? Сделайте все возможное, чтобы мы не остановились. Поддержите нас. Вы заправьте нашу машину бензином, чтобы мы могли уехать далеко. Машина с пустым баком далеко не уедет. Телеканал без партнеров, без ресурсов не сможет далеко уехать. У нас нет рекламы. У нас нет заграничных американских хозяев. У нас нет мегакорпораций, которые бы были в дочернем предприятии. У нас есть только вы и Господь. Вместе мы можем многое сделать. С вашим участием, с вашим партнерством я могу сделать многое для проповеди Евангелия. Доверяете ли вы мне? Тогда большая просьба. Поддержите. Поддержите меня. Поддержите служение христианского эфира, чтобы проповедь не останавливалась. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы каждая ваша копейка, посеянная, пожертвованная в телеканал СНО, в это служение, она принесла большой эффект. И многие люди узнали про Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас, благословит ваши посевы, благословит вашу веру, благословит вашу жизнь и благословит вас быть щедрым на всякое доброе дело. Жертвовать в телеканал СНО – это доброе дело. Поддержите нас. Спасибо вам большое. Ваш партнер, ваш друг Максим Максимов. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, который является пастором церкви «Новая жизнь» города Алматы, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем СНО. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке СНО помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok